Приветствую вас! Первое, с чего я хотел бы начать, это, пожалуй, с определения самих чувств. То есть, что это такое, что есть чувства, что есть переживания, и как это вообще, ага, значит, ну, ну, формируется, фиксируется и так далее. Значит, а что нужно понять в обязательном порядке? В обязательном порядке нужно понять то, что чувства, переживания, эмоции, это всё детское состояние, это всё детское эго-состояние, это всё наше желание. И детское состояние, наше желание, очень часто, к сожалению, оказывается в серьёзном конфликте. В серьёзном конфликте, с тем, например, что мы должны делать, с чем, например, чего ожидают от нас, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, наше желание периодически встречает огромное сопротивление. И это нужно понимать, это неизбежно. То есть, неизбежно наше желание встречает серьёзное сопротивление. Это, в общем и целом, вполне нормально. Вполне. Но, если наше желание встречает сопротивление, то это, конечно же, совершенно не означает... того факта, что мы не должны, не можем их реализовать. То есть, это совершенно не означает того факта, что мы не должны их высказывать. Но, в детстве нам, как правило, подобные вещи делать запрещают. И подавляя наше детское состояние, подавляя наше детское эго состояние, да, подавляя наше желание, люди добивались, окружающие добивались того, что мы делали то, что хотели они. И, соответственно, то, чего далеко не всегда хотели мы. И у каждого человека, у каждого человека, вот, есть свои причины, по которым он не может выражать свои желания. У каждого человека есть свои причины на это. У кого-то это может быть связано с тем, что у него чересчур развита, например, взрослая состояние. Как, скорее всего, у вас. У кого-то это связано совсем с другим. У кого-то это связано с подавлением своих желаний. С постоянным чувством вины, страха и так далее. И эти аспекты также не дают возможности реализовывать переживания и выражать их. Поэтому для начала нужно определить природу подавления вашего детского состояния. Для начала нужно вспомнить себя, ребенком. Ну, вспомнить свои желания, вспомнить, чего вы хотели. Вспомнить свою непосредственность, свою творческую сторону и так далее. И дальше уже, в зависимости от природы подавления ваших чувств, от природы подавления ваших желаний, дальше уже что-то с этим можно будет сделать. Ну вот. Но я могу уже сейчас дать вам небольшую рекомендацию. Уже сейчас. А именно по поводу вот, значит, именно по поводу переживаний. Значит, если вы именно не переживаете, то есть не испытываете переживаний, не испытываете желаний, не испытываете эмоций, да? То вспомните, во-первых, какие эмоции у вас были, когда вы были ребенком. Это первое. И второе. Если бы у вас сейчас был бы ребенок, вот прямо сейчас, если бы был ребенок, как бы вы выразили свои чувства ему? Что бы вы сделали для него, для ребенка, я имею в виду? Как бы вы проявили свои эмоции по отношению к нему, к нему? Что бы вы сделали? Это и будет отчасти ответом на ваш вопрос, который вы задаете. То есть это будет отчасти тем самым решением, которого сейчас у вас возможно нет. Ну, в силу ряда причин, да? В силу, например, того, что, допустим, в силу того, что вы подавляете свои чувства. Вот. Вот так. Вот так. Вот так. И можно вам ответить. Конечно, более точный ответ, более персонализированный, персонифицированный ответ можно дать вам, если вы предоставите больше информации о себе. Но, пока этого не произошло, то, к сожалению, ответить можно вам, вот, только, только так. Таким достаточно, ну, достаточно общим ответом, который, который, я прекрасно понимаю, не решит всех важных проблем. Но я надеюсь, что хотя бы даст определенный старт тому, чтобы вам начать уже что-то делать. Потому что, ну, совершенно понятно, да, что если не делать ничего, то ничего и не изменится. Вот. Поэтому, тут, конечно, очень важно ещё, что вы сами готовы сделать для того, чтобы ситуация изменилась. Если же вы именно сдерживаете свои эмоции, то есть у вас не получается их именно выразить, выразить не получается эмоции. То есть они есть, но выразить их вы не можете. То это скорее идет запрет. Вот. Скорее всего, это запрет. Запрет на чувства, запрет на эмоции. Вот. И запреты, конечно, это всегда более глубинная проблема. Вот. Но, тем не менее, даже несмотря на то, что она глубинная, вот, ее можно, эту проблему можно решить, да. То есть, ну, тут вот нужно только ещё раз повторю, быть готовой работать и быть готовой, значит, ну, что-то делать для себя. Вот. Потому что, ну, нам нужна в любом случае ваша помощь, да. Вот. То есть, если вы нам готовы помочь, то и мы вам, соответственно, поможем. То есть, тот, тот. Вот. Вот. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.